Мы очень рады быть сегодня среди вас И хотели бы поприветствовать вас словами самого Господа Мир Божий да пребудет с вами Желаем Божьего благословения вам в этом году Чтобы Дух Святой почивал на вас Чтобы Господь благословил ваши семьи и ваши детей Я так понимаю, что все здесь присутствующие из Ирака Несколько сот километров отсюда пылает война Многие люди страдают Сотни тысяч сегодня являются беженцами Но Слово Божие говорит Что придет то время и то место, где не будет войны Слово Божие говорит, что будет место, где обитать Будет сам Господь И будет вечная радость и счастье Я бы хотел прочитать место из Священного Писания Из книги посланий к римлянам 14 глава 17 стих Писание говорит И во Царство Божие не пища и питье Но праведность и мир и радость во Святом Духе Многие люди сегодня думают Что блаженство заключается, когда можно хорошо покушать Но Библия учит, что придет то время В Царстве Божьем не будет нужна пища Потому что наши тела будут другими, нетленными Они получат совершенно другую природу Многие люди создают себе образы Богов из пищи И пища становится неким ритуалом И человек извлекает из этого какое-то наслаждение Но это не Царство Божие Библия учит, что абсолютная кульминационная полнота блаженства Является не пища и питье А Царство Божие в присутствии самого Бога Боже с его атрибутами чистоты и святости Праведность Божия сегодня ассоциируется с чистотой Что такое чистота? Это белизна, без пятна, без порока Бог послал своего сына Он пришел здесь на эту землю С чистыми одеждами, святыми и непорочными Слово Божие говорит, что каждый человек грешен И мы грешники И мы рождаемся грешниками И наша жизнь сама по себе является греховной И нашей греховной мы навлекаем на себя гнев Божий Божий взор направлен на человека, чтобы истребить его Но написано, что Бог возлюбил мир И послал сына своего единородного И Иисус Христос пришел на эту землю спасти человека Он пришел на землю со своей чистой и праведной одеждой Он снял свою одежду И взял от человека его грязную греховную одежду И пошел страдать на Голгофский крест за наши грехи Я хотел коснуться немного историй Что римляне восприняли казнь на кресте от карфагенцев Это был такой город на северной Африи Карфагенцы, когда казнили преступников Они завязывали их на кресте И оставляли Под палящим солнцем они сгорали От температуры Но римляне восприняв эту казнь Они усовершенствовали ее Они начали забивать гвозди на руках и на ногах А после, чтобы усилить еще больше боли Они разбивали колени И человек умирал в страшных и мучительных болях Иисус Христос взошел на кресте умирать вместо нас Взяв на себя наши грехи и грехи всего мира Там на Голгофском кресте Иисус Христос умирал за мои и за твои грехи И когда он умирал Он просил Отца Небесного Отчика Прости им грехи Иисус Христос Умер С нашими грехами Он воскрес для нашего оправдания И когда человек принимает Иисуса Христа Как личного спасителя То Иисус Христос говорит Своему Отцу Отче Прости этому человеку Потому что Я умирал за его грехи Со смертью Иисуса Христа Иисус Христос Мы получили прощение грехов И не только прощение грехов Но и получили мы оправдание И так же мы стали детьми Божими Сегодня Господь Призывает каждого человека И говорит что Царство Божие Есть мир Он призывает его к этому миру Сегодня Люди Не могут найти мир В прошлом веке Тысячелетия Закончилась война Было две крупных войны Два крупных Ухажения Первая и Вторая мировая война Были задействованы десятки стран в этой войне В этой войне участвовало 110 миллионов человек Из этих 110 миллионов 70 миллионов были убиты и искалечены Также в этой войне Как нации пострадали больше всего евреи Только евреи были убиты около 6 миллионов Только евреи были убиты около 6 миллионов В одном из концлагерей Германии Было убиты около 2 миллиона детей взрослых Третье тысячелетие началось с войнами Мы видим что войны не прекращаются Война недавно закончилась в Либии Сегодня война в Ираке и Сирии И вы свидетели больше знаете об этой войне Также напряженная обстановка На юго-восточной части Украины И сегодня у всех правителей и политиков мира На устах это слово мир Все говорят о мире, но мира нет Почему? Почему? Слово Божие отвечает Нет мира нечестивцем Говорит Господь Дорогие братья и сестры Дорогие друзья Я называю братьями и сестрами Потому что мы от одной крови И от одного отца И также я думаю Дал бы Бог чтобы были братьями и сестрами И во Христе Проблема сегодня что нету мира на земле Потому что хотят мир создать без Господа Когда в прошлом столетии были крупные войны Кравдопролитные войны И мировое сообщество собралось И увидело эту ужасную картину И сказали Не будет войны больше Они создали крупную международную организацию ООН Эта организация отвечает за мир Во всем мире и на всей планете Но видим мы до сегодняшнего дня Что войны идут Они продолжаются И наверняка они будут до пришествия Господня И все по одной причине Потому что мира нет Потому что отсутствует Господь Бог во Христе дает каждому человеку мир Иисус Христос Подарил нам Свою чистую И эта одежда называется праведность Сегодня некоторые люди Думают приобрести праведность Совершая добрые дела Давая милостыния Или посещать Мекку Святые места И некоторые думают Что этим становятся святыми Но человек остается грешником Святость и праведность Дает человеку Бог Через Иисуса Христа И это дар Дар от Бога Я бы хотел сказать пару слов о мире Сейчас на днях пригласили меня совершить одну молитву Один приближенный брат является палестинец Я видел что его близкие родные Они не принимают или не исповедуют Господа Когда я оказался в этой комнате Я впервые видел этих людей Я впервые видел этих людей Один халдей Человек по нации халдей Второй сирийц Третий ливанец Палестинец Я славянин Мы языками понимали друг друга Мы не смогли объяснить Но оказавшись в одной комнате Мы чувствовали духовное родство Близость друг к другу И я молился возложением рук Над этого больного И я впервые вижу его И не знаю его Но я переживал за ним Как за своего брата И этот мир И эту любовь Дает Господь Я хотел бы обратиться к вам Возможно вы многое потеряли Вы оставили свои дома Своё имущество Возможно оно разграблено Возможно вы лишились Все то что вы собирали Целую жизнь И где-то являетесь Беженцами в другой стране Но хотел бы Заострить внимание Что Библия говорит Что есть Царство Божие Принимая Царство Божие То есть Иисуса Христа Как личного спасителя Человек приобретает В своём сердце мир Он приобретает мир И с Богом И с ближними Бог делает его своим детём И он ему даёт Наследство вечно То что даёт Господь вам Никто не отнимет его То есть от вас Это богатство Это богатство вечное Да поможет вам Господь Чтобы он Вошёл в ваши сердца В вашу жизнь Принявший Иисуса Вы становитесь Праведными и святыми Да поможет вам Бог Амин Амин Амин